Так где мы находимся? Где мы находимся? Это въезд в город Верхневральск с севера. Прямо перед нами, если ехать на юг, будет Магнитогорск, и мы вам показываем город с изумительной историей. Но в городе с изумительной историей немножко кое-что случилось. То бишь, проблемы уже возникли, и они решаются. Но есть два предприятия города Магнитогорска, которые именно помогают этому качественному месту жить. Чем они помогают? Я вам сейчас немножко покажу, чем они помогают. И вам это станет еще более интересно, потому что это очень хорошее наполнение федерального бюджета Верхневральского района. Конечно же, это старые классические дома. Настолько классические, что мы говорим про возраст. Возраст Верхневральска, да, это уже не одна сотня лет. Это хорошо и было интересно сделано. Но вы обратите внимание, в каком состоянии эти дома. В каком они состоянии? Да они и в никаком состоянии, эти дома. Почему эти дома в никаком состоянии? Потому что это, наверное, никому и не нужно. Хотя вот в этом доме, вот именно в этом доме, именно в этом доме в 90-е годы, как раз только-только закончил я школу, мы с мамой сюда приехали. Именно в этом доме я себе купил Эстонию. Хай-фай технику. Я всегда знал, что Верхневральск был городом уникальным, потому что здесь были свои предприятия. А еще есть такие штуки под названием Орсы. Да, 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 да. Так вот в этом Орсе, а Орс был немножко отличительный от города Магнитогорска, то здесь можно было найти то, что я и нашел. Эта техника у меня до сих пор сейчас работает. Я получаю изумительный звук, потому что в свое время, хотя мы все это дело и немножко воровали, естественно, но тем не менее звук-то был отличный. И он до сих пор меня радует. То, что случилось сегодня и сейчас, это, конечно, проблема. Но такая же проблема была и в городе Магнитогорске. Но в городе Магнитогорске вы не увидите практически в городе Магнитогорске разрушенных зданий. Этого невозможно было бы сделать, потому что сам город Магнитогорск живет. Разрушенные предприятия на Левом берегу, это в свое время народ отхапал, продал, и уже ничего не получилось, потому что жизни нет. Но у нас есть на Левом берегу замечательный Магнитогорский металлургический комбинат, который хорошо живет. Но сегодня и сейчас есть наши магнитогорские специалисты, которые в Верхнеуральском районе дают вам возможность жить. Да, они здесь делают очень хорошую штуку. Что это за штука, мы сегодня про нее не будем говорить, вы сами потом поймете. Потому что есть определенные нюансы, которые я не могу озвучить в своей телевизионной передаче. Но эта штука работает. И причем, как она работает? Она работает просто уникально. Так уж получилось, что река Урал разделяет нашу страну на две части. Хотя, в принципе, река Урал не прямолинейная, но решено было, что если посмотреть на север, то правая часть, это у нас должна быть Азия, а левая часть Европа. Конечно, река Урал никогда не была рекой Урал, потому что в свое время именно Екатерина ее переделала из разряда реки Еик. Конечно, мне возникает вопрос. Уже к нашим соседям, которые немножко себя ведут достаточно странным образом. Мы же вам кое-что отдали просто так. Поэтому не надо к нам относиться. Как экспроприаторам мы далеко не такие. Вы же знаете, что случилось на Украине, хотя Украины как таковой не было. Мы же вам кое-что еще отдали, хотя этого тоже никогда не было, естественно. То есть мы немножко работаем. И в свое-то время Урал, это была часть Российской Федерации по полной программе. Вы не в курсе событий? Посмотрите внимательно. Ну, там еще все остальное, это тоже была Российская Федерация, в смысле Российская Империя. Поэтому не надо ничего говорить. И сказки нам не нужно рассказывать про то, что мы что-то не знаем в этой жизни. Но уж так получилось, что на правом берегу в Азии находится сам Верхний Уральск. А то место, откуда мы кормим, в том числе и Верхний Уральск, находится на левой стороне, то есть она находится в Европе. Хотите посмотреть? Мы сейчас туда и проедем, потому что мы вам покажем, куда вы вряд ли сможете проехать. Но, поняв нашу суть, вы догадаетесь, что нам нужно было бы сделать в этом исключительно нормальном сюжете, который я располагаю в эфире. Конечно, никогда эта дорога хорошей не была, потому что, как бы вам сказать, вот сколько раз я ездил по этой дороге из Верхний Уральска, проезжая вот туда, еще километров 70, может быть. Да, почему я здесь ездил? Потому что у меня мама жила в поселке Миндяк, а другой дороги-то и не было. То есть вот, когда я ездил на машине под названием Копеечка, я как раз здесь так и ездил, по этой именно дорожке, проезжал в Миндяк и возвращался здесь. То есть сколько раз километров-то было пройдено, я не знаю. Но если из расчета, сколько мы пробежали, то минимум 100 тысяч я здесь проехал. Это на копейки. Да-да-да-да-да-да-да. Ох, мы тут мотались. Да. Дороги-то не было никакой. Сейчас немножко сделали асфальт, а тогда, а тогда, тогда здесь не было ничего. И вот это местечко я сейчас вам покажу, потому что порядочком со мной располагается природоохранная зона. То есть в природоохранной зоне здесь вообще ничего нельзя делать. В принципе, вот здесь вот начинается водичка уже. То есть у нас где-то получается конец мая месяца. То есть мы выходим в конце мая месяца. И надо сказать, что здесь вода, она должна быть чистой. Потому что это верховье Урала. Уже потом, уже потом ниже Урал начинает немножко обсирать. Где? Спаский. Но сегодня, сейчас там вроде уже корова-то меньше стала. И поэтому засир Урала как бы меньше работает то. Но тем не менее, здесь чистая вода. Она идет с гор. Горы находятся примерно, одна из них находится рядышком со мной. Сейчас я вам ее покажу. Это просто была обыкновенная гора, на которую уже потом немножко сделали, как бы вам сказать, что там сделали? Ага, да-да-да-да-да-да. То есть ее засадили. Это называется гора Изволс. И в принципе, вот отсюда и направо, сейчас я вам покажу, да-да-да-да-да. Это от Верхнеуральска всего лишь 2 километра. Всего лишь 2 километра. Но подразделение, которое располагается здесь, и кормит и Верхнеуральск в том числе, здесь находится. Да-да-да-да-да-да, здесь оно находится. Чуть-чуть, немножко отдохнем. Ну, сейчас кое-что я сделаю, и мы вам покажем то самое место, которое уже здесь есть. Что находится прямо перед вами? Перед вами находится гора Извоз. Чем эта гора знаменита? Ну, и пункт номер один. В свое время здесь товарищ находился под названием Пугачев. И он обстреливал Верхнеуральскую крепость отсюда. Ну, хотя, в принципе, я еще не понимаю, как можно было бы пушкам с чугунным ядром прострелить 2 километра. Но, может быть, они стреляли. Я же не знаю. Может быть. Может быть, нет. И вот эта гора, которая сейчас засажена, она была простая гольная гора. Это уже потом, к ознаменованию нашего замечательного товарища, который дал нам возможность, который дал нам возможность жить нормально, а именно Владимир Ильич Ленин, ее засадили целиком. А до этого она была никакая. Просто обыкновенная была гора. Но почему это была стандартная гора в преддверии Уральских гор? Потому что именно в преддверии Уральских гор вам выдается та самая дивная водичка. А что за водичка? Для этого вы можете залезть на YouTube и посмотреть ту характеристику, которую я вам описывал. То бишь, я не противник того, что эта вода, может быть, была бы в Магнитогорске. Но Магнитогорск располагается примерно в 25 километрах от Уральских гор. Вы их видите. При нормальном освещении вы можете видеть эти дивные горы. Вот если Магнитогорск был бы рядышком с Уральскими горами, тогда вы могли бы взять то, что вам необходимость. Но не получается. А именно здесь, и почему именно в Верхнеуральск, потому что сам Верхнеуральск, он располагался, и это была одна из крупнейших трасс. Внимательно посмотрите и прочитайте. Естественно. И вот вам тот был бы вариант. Именно сюда в свое время был отправлен замечательный немецкий специалист. То есть он ездил по всему побережью Уральских, Урала, естественно, да-да-да-да-да, и смотрел, где можно сделать ту самую качественную воду, и чтобы была хорошая транспортная развязка. Так круче, чем в Верхнеуральске, ничего и не получилось. Дальше была Уйская, но это в другой стороне. Перед этим была Магнитная, там тоже очень далеко. А вот в Верхнеуральск, зная о том, что здесь постоянно проходили транспортные маршруты, и можно было сделать то, что должно было, он сделал. И это случилось в конце 19-го, начале 20-го века. Он сделал, и отсюда есть специалисты, которые делают то, что нужно каждому нормальному человеку. Что за специалисты, и что это за место, 3 секунды, сейчас все будет ясно. Вот отсюда, вот отсюда получается лучшее удовольствие. Почему получается лучшее удовольствие, я вам уже сказал. Очень хорошая точка, которая располагается прямо рядышком с Уральскими горами. Давайте все-таки определимся, что такая же точка располагается еще и где? В Самаре. Но Самара раньше была Куйбышев, потому что в свое время я там останавливался. Мы как раз летели, это был 91-й год, то есть начало 91-го года. Мы останавливались, у нас самолет просто приземлился, потому что в Магнитогорске были некоторые проблемы с аэронавигационной техникой. Ну, там метель была, понимаете, мы зимой летели. То есть у нас была метель, нас остановили в Самаре, то есть это был Куйбышев. Я еще думал, а как бы посмотреть на сам Куйбышев, но никто же не знал, что он располагается примерно в 70 километрах. То есть 70 километров до Самары, до Куйбышева, и, естественно, 70 километров до Тольятти. Такое местечко у него там было, ну, примерно, не помню сколько, но из той же оперы. То есть я только выходил посмотреть на машинки. Они были хорошие. А уже потом, когда я узнал, что в Самаре, Куйбышеве есть отдельное местечко, которое вам берется, потому как вот два человека было, один человек решил по Волге посмотреть те места, где реально были пересечения гор. Ну, Жигуревские, они более старые горы, чем Уральские, естественно. Но, тем не менее, там оно и есть. То есть и в преддверии именно этого места, что тот человек, который был, Рамсдорф, или там, ой, не помню, а, сейчас вспомню, 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 ну, из башки вылетело. Ну, да ладно, не будем про это говорить. И другой человек, они вот прямо здесь сделали то, что должно быть. И отсюда они делали то, что вас радовало. Давайте не будем говорить о истории. История событий, к сожалению, уже кончилась. Но история событий города Магнитогорска сделала благоприятное для Верхневральского района. Сегодня, сейчас, именно здесь производится то, что вы можете употреблять. Что это такое, мы не будем говорить, потому что у нас все-таки эфир. В эфире такие вещи, как бы вам не нужно было бы понимать то. Если вы сильно-сильно-сильно-сильно-сильно захотите, вы можете спокойненько, фамилия моя Челейкин, она не самая сложная, спокойненько вбейте все это дело в поисковик. И, в принципе, вы сможете посмотреть, что здесь производят. Так вот, что здесь производят, оно безупречного качества, естественно. Место, где вы сможете его попробовать, тоже есть в городе Магнитогорске. И это и есть большее удовольствие. Потому что, даже невзирая на то, что делалось в городе Магнитогорске, что делается и сегодня, водичка-то у нас не совсем та, что нужная. А вот здесь вода из той же оперы. Из оперы, которую человек сделал в конце 19-го, в начале 20-го века. К сожалению, старое предприятие полностью разрушено. Это сделали вы. Это никто не сделал. Разрушили вы его за 5 лет в лохмоте. Но сегодня, сейчас на том же месте, с той же точки, вот оно там располагается, берется вода. И удовольствие это безупречное. Вы его можете попробовать.